друзья мои всем привет всем огромный привет ну что ж у нас с вами сегодня очередной обзор на канал ольга уралочка life мои хорошие обсудим с вами последние сводки с полей ну что уж ни для кого не секрет что сегодня с самого утра с раннего утра да я бы сказала я уже обсуждала свежий друзья мои самый наисвежайший ролик нашей красопеты нашей худыхи нашей уралочки к шикарной женщины как она сама себя называет нашей красавицы да но кое-что друзья мои я не успела обсудить у меня уже заканчивалось время и собственно как то так в общем как говорится подойдем друзья мои к тому моменту с чего на чем мы закончили с этого мы сейчас и начнем тот самый момент когда сарафан пока уралка нарезала дыню начал значит хватать жадно руками вот этот кусок дыни и запихивать его себе в рот давиться и вот это вот знаете издавать вот эти вот ужасные звуки и ужасные хлюпания я все прекрасно понимаю да что люди могут так есть дыню арбуз но опять же одно дело как ты себя ведешь дома да хрюкай как говорится и хлюпай сколько душе угодно другое дело что ты ведешь себя непотребным образом когда ты снимаешь себя опять же на всеобщее обозрение выставляешь вот эти знаете хлюпания он почему-то считает что это кому-то у меня даже кошка на меня посмотрела скажу что это с ней так вот самое интересное что он считает что это нормально ребят представляете да он считает что вот то как он чавкает вот эти знаете у него вот это слюни несутся в разные стороны он хлюпает да, вот это засасывает себя, он считает, что люди, что, это какое-то быдло, мы что быдло, мы что должны вот это вот слушать, я не понимаю, да, кто-то скажет, а не нравится, не слушай, а как такое вообще свинство и хамство и быдлятство может нравиться, мне интересно, а кому такое может нравиться, вам понравится, когда у вас, вам над духом кто-то будет вот так вот есть, да, и потом, опять же, я ведь смотрю не просто так, я не просто зритель, я еще и обзорщик, да, и делаю обзоры на данный канал, поэтому мне приходится смотреть абсолютно все, но на минуточку вы выставляете контент и вы вот тем самым вот этими чавканьями, да, тем более это не мукбанг, вы просто проявляете свое полнейшее неуважение к своему зрителю, да, и вот знаете, начал давиться просто как свинья, захлюпал, захрюкал и так далее, сарафан, а у меня к себе вопрос на засыпку, а чего вчера, когда вы сидели в столовой, устроили мукбанг, а чего ты там вчера не стал так жрать, вот это вот засасывая в себя этот плов, что ты там как-то немножко все-таки старался есть поаккуратнее, да, вот надо было и там также захрюкать вчера в столовой, да, да, дабы, глядишь, и люди бы за соседними столиками не стали дожидаться, а разбежались бы в разные стороны, да, а вот слушая вот эти ужасные хлюпаньи, хотя, опять же, да, ситуация могла принять и другой оборот, кто-то мог бы и попросить, да, не попросить, вернее, сделать замечание, сказать, ты что, как свинья над корытом сидишь, хотя свиньи, мне кажется, и то едят аккуратнее. Далее, друзья мои, так было интересно, значит, Абдугани не захотел есть котлеты, там на общем блюде лежали котлеты и люля, ну, вот эти полуфабрикаты, которые они, значит, купили, и он, значит, начал тыкать, друзья мои, с первой попытки не попал, это было тоже то еще зрелище, он даже вилку держать не умеет и не может вилкой нормально подцепиться, там, котлету, да, что бы то ни было, и он начал, значит, тыкать этой вилкой в люляшку, в люля, друзья мои, да, в юляшку-люляшку, как Уралка сказала, так вот, и в этот момент Сарафан закричал, не надо, не надо, он баранину не любит, бедный Сарафан, Сарафан мечтал, что люля в количестве двух штук, да, будут съедены, сожраны им, как всегда, но ему же мало, друзья мои, ему же так мало, а тут еще и Абдуг покусился, значит, на эту люля, и, друзья мои, а Сарафан закричал, не надо, не надо, он же не ест баранину, в этот момент Уралка говорит, да ладно тебе, да пусть попробует, да, может быть, ему понравится, слушайте, я что-то вот это семейство вообще не понимаю, правильно, да, я сегодня говорила, где логика, в чем логика, мне, правильно, мои зрители написали, Галь, какая там логика, там вообще люди, как говорится, а-ля улюгани гусей, и ничего не понимают, да, то есть как-то странно, когда они приходят в кафе и заказывают, помните, как Уралка кричала, мы заказали себе пол барана, да, они сказали о том, что он, пацан, баранину не любит, тут пацан тыкает, значит, в эту люляшку, да, этот орет не надо, этот орет, дай, пусть он попробует, господи, вы знаете, и складывается такое впечатление, что еще бы чуть-чуть, и у них начались бы вот эти просто уже баталии, да, вот эта борьба за кусок котлеты, ребят, я впервые такое вижу, это вообще какое-то неадекватное поведение, вы знаете, хочется сказать, вы все жрете, жрете, а бедные нажраться никак не можете, это что-то с чем-то, короче, один тыкается, мыкается, пыкается, да, а второй орет, не надо, не надо, лишь бы только ему сожрать побольше, кто там говорил про любовь и чувства, которые у него проснулись к своему сыну, ну-ну, оно и заметно, готов последний кусок, да, кусок выдрать из глотки у своего сына, ну, а Уралка в своем репертуаре орет, да, ему попробовать, может быть, ему понравится, ребят, я вот на это со стороны посмотрела, думаю, господи, это правда какие-то вот, ну, просто неадекватные люди, ну, разве можно так себя вести, ну, разве можно так опускаться из-за какой-то, да, несчастного, из-за какого-то куска котлеты, я не знаю, но это, это просто ужас, далее, далее, а вы знаете, а, далее, далее, значит, читаю я комментарии, ребят, это что-то с чем-то, такое впечатление, что люди вообще про Уралочку ничего не знают, да, и пишут, Оля, неважно какой человек, красивый, некрасивый, высокий или маленького роста, полный и худощавый, душа должна быть чистой, а сердце добрым, да, ну, собственно, я согласна про душу-то и сердце, да, так вот, и тут вот они пишут, да, правильно, если человек с изъянами души, то это гораздо хуже, это не прикроешь абсолютно ничем, да, а еще пишут, конечно, некоторые просто стремления типа быть красивым делают единственно важным в своей жизни, при этом имея черный рот и злобную душонку, а для комплекта еще и IQ ниже плинтуса, ну, так что вот мне хочется сказать уралкиным хомякам, хомяки, я так понимаю, что злобная душонка, черный рот и IQ ниже плинтуса, да, это как раз-таки все сказано в адрес Уралки и в адрес Сарафана, да, то есть люди, вот я согласна, что душа должна быть и сердце чистым, вы знаете, вот когда человек, да, желает людям сдохнуть, про какую-то чистую душу и про какое-то доброе открытое сердце, здесь даже близко речи идти не может, за что Уралка желала сдохнуть, давайте-ка напомним своим зрителям, а только за то, что зрители, да, зрители ей не аплодировали, только за то, что зрители, так скажем, имели иную точку зрения, нежели она, она пожелала тогда зрителям сдохнуть, сдохните все, кричала Уралка, можно сказать разве про этого человека, что у нее не черный рот, я считаю, что те, кто желают смерти и смертельных болячек и болезней, вот это действительно черноротые и грязноротые люди, да, то, что мы обсуждаем, мы обсуждаем только то, что нам показывают, да, мы можем постебаться, да, мы можем посмеяться, да, мы можем высмеять любую ситуацию, но это просто, это просто смех, это просто обсуждение, это просто комментарии, а вот те, кто действительно желают сдохнуть людям, вот это действительно мелкая душонка и грязный рот, а уж про IQ Уралочки здесь, вы знаете, даже говорить ничего не надо, потому что Уралочка из слов, из пяти букв сделает обязательно пять ошибок, да, ни одно слово нормально, на русском родном языке она произнести не может, элементарные понятия, элементарные слова не знает, значение элементарных слов не знает, уже не говорю про все остальное, да, с Сарафаном то же самое, 18 лет живет в России, правильно зрители написали, как матерится, так он знает, а как что-то стоящее, так он ни хрена здесь не знает, вот очень как-то интересно, и правильно зрители написали, матерись на своем языке, не на русском, на своем матерись, а то ты, получается, русский знать не знаешь, да, а это что, а это что, а что такое овощи, овощи, как можно овощи готовить, это как можно вообще такое спросить, живя 18 лет, да, в России, ты что не видел, как твоя баба овощи готовит, вообще, такое впечатление, я говорю, что только сегодня испещировались, в общем, и вот я все время, да, читаю, что пытаются, знаете, как будто вот, знаете, пытаются постоянно мутить воду в стакане, вот эти вот уралкины хомяки, все сводят к тому, что вот, да, вы ее обсуждаете, да, не всем же быть стройным красавицам и так далее, и не важно, какой человек, вы все вот это, вы все врете, что я вам хочу сказать, вы все отводите, да, меняете вообще весь вот этот вот вектор, да, самый основной, уралку мы начали обсуждать, вот лично я со своими зрителями, не потому, что она какая-то не такая и весит там 200 кг, да не по этой причине, до этого даже дела нет, да, абсолютно никакого, мало что ли таких, ну пусть не так много, но они тоже есть, да, опять же, уралку стали обсуждать после того момента, когда они зиговали под бой курантов в новогоднюю ночь, когда они отмечали Новый год, находясь вместе в квартире уралки, вместе со своими дружбанами, Ирихой и Исраилом, вот тогда они зиговали в новогоднюю ночь, кстати, у них на столе стояли 4 бутылки алкашки, ну так, на минуточку, да, это раз, во-вторых, во-вторых, когда люди на следующий день им начали писать, что вы что, совсем охренели, извинитесь, да, а вместо извинений уралка с сарафаном сказали, что сарафан сказал, а вы вообще типа русские, все с пятимордами в салат, да, и вы вообще не поняли, что вы говорите, то есть вот только вдумайтесь, да, потом, правда, они все-таки сели, ну типа извиняться, но это было не извинение, извинение это тогда, когда человек извиняется искренне, а здесь опять начали обвинять, вот хейтеры виноваты, да, хейтеры их заставили, у них тогда и хейтеров как таковых не было вообще, да, хейтеры их заставили, наверное, зиговать как раз-таки в новогоднюю ночь, вот это вообще было позорище, Потом, когда Сарафан своим ртом, я почему напоминаю, потому что я смотрю много новичков, которые не знают, по какой причине мы их обсуждаем, да, а есть еще такие, которые знают, но они специально, специально уводят вот это внимание от вот этих моментов, да, и я буду постоянно об этом напоминать. Так вот, Сарафан позволил себе на одном из последних стримов как раз-таки кричать о том, что мы до славянских женщин, да будем скакать на их костях и так далее, да отвезем их в кишлак и всех их там переимеем, вы только вдумайтесь, да, это он говорил про всех славянских женщин, показывал факи на прямом эфире, кричал, отправлял на три веселые буквы, да пошли вы туда, да пошли вы сюда. Это все ваш, в кавычках, воспитанный Сарафан, которого, в кавычках, воспитали воспитанные прекрасные родители из кишлака. Так что на минуточку еще раз хочу сказать, ни про какое доброе сердце и открытую душу у этой женщины даже речи быть не может. И вообще, как можно говорить про какое-то любящее сердце и душу, когда ее матери не стало, она скакала по торговым центрам, пытаясь ублажать своего Сарафана и даже не знала, что стало с ее матерью в больницу на минуточку, да, и все это помнят прекрасно. А еще интересный момент. Прошло две недели после смерти ее первого мужа, с которым эта женщина прожила 19 лет жизни. И спустя две недели она притащила в свой дом, да, вот этого чувака, который жил с ней в качестве мужика. Только вдумайтесь, найдя его на сайте знакомств, вот только вдумайтесь, тогда, когда траур должна была держать эта женщина год, как принято, опять же, по нашим традициям, ну так, на минуточку, да, нормальные, адекватные люди слезами бы обливались, проживя с мужем 19 лет. Это уже родной человек, которому ты прирос вообще кожей и печенкой, да, вот как, я не знаю, как говорят многие, вот кожей прирастаешь. Я раньше не понимала, когда мне муж говорил, да, вот прирастаешь кожей, прирастаешь печенкой и так далее. Я думаю, господи, что он говорит, да, еще только когда жить начали вместе. А теперь ты понимаешь, что это самый близкий человек, один из самых близких твоих людей, с которым ты делишь абсолютно все, да, все вообще вот вместе, вместе, опять же, всегда. А здесь 19 лет жизни, и через 2 недели притащить вот это непонятно что. О чем вообще можно говорить, о какой душе, тут человечности нет в этом человеке, абсолютно никакой, я про Уралку говорю. У меня даже не столько претензий к сарафану, сколько у меня претензий к Уралке как к человеку. Меня сарафан вообще не интересует, да, потому что все вот это сделала непосредственно сама Уралка, и по отношению к матери, к родной, да, и по отношению к мужу, с которым 19 лет прожито, 19, вдумайтесь только, что такое 19 лет, да. Хотя кому я говорю, у меня на канале огромное количество женщин, девушек, которые живут там и по 19, и по 20, и по 30 лет, да. Это много, я почему так говорю, я просто в шоке, как так можно поступить с родным для себя человеком, как можно не держать траул, как можно не умываться слезами, не обливаться слезами по потере, опять же, любимого и родного и единственного человека, да. Одного из самых важных в твоей жизни. Нет, даже близко этого не было. И о чем можно говорить? Про какую душеньку вы тут все трете? Про какую? А, вот типа, что вот она там, значит, вот такая, но душа у нее. Да нет у нее ни души, ни сердца абсолютно. Она живет вот этой потребностью жрать, жрать и еще раз жрать. Других потребностей у нее вообще нет. Я вот на нее смотрю, и для меня это какой-то вообще странный человек, у которой только работает пищеприемник. Все, другое у нее ничего не работает. Ну, может, там еще где-то, я не знаю, что-то еще там иногда загорается, да. Хотя, друзья мои, понятия не имею, что там уже может загораться. Так что все время пытаются хомяки-уралки отвести внимание от важного и нужного. А я хочу напомнить, что это за прекрасные и распрекрасные люди. И еще раз, вы знаете, можно стебаться, смеяться, обсуждать сколько угодно. Это не запрещено. Ни законом, да, ни чем бы то ни было. Все обсуждали, обсуждают и будут обсуждать. Говорили, говорят и будут говорить. Это нормально. Каждый из нас каждый день о чем-то говорит. Что происходит на работе, да. Обсуждают, что там было у коллег, что там было там у друзей, у знакомых, да, у родственников, что произошло. Там у соседей, что случилось и так далее. В магазине какая-то ситуация, ситуация на дороге. Это нормально. То, чем мы занимаемся, это нормально. Но вот желать смерти людям, это вообще последнее. Для меня это действительно грязные и черноротые люди, которые могут себе позволить открыть рот и пожелать людям. И я всегда говорила, Уралка, в отличие от тебя, я даже таким, как ты, пожелаю только здоровья и долгих лет жизни. Потому что прекрасно понимаю, что мои речи мне на плечи. Ну, в общем-то, вот как-то так. Друзья мои, вот такой у меня получился обзор. Пишите, что вы думаете по этому поводу. Оставляйте свои комментарии. Всех целую и обнимаю. Всем пока-пока.